Вода, краски, кисточки, бумага или А4 формат ватмана или картона или холста – это как бы само собой. Акриловая белая краска в любом виде, либо там в грунтовке какой-то, либо строительная фасадная банка. Где моя строительная фасадная банка? А, укатил, укатил ее. Вот, рекомендую очень палитру, любую палитру, все что угодно. Палитра – это то, на чем мешают краски. Вот, может быть, палитра маленькая, вот такая вот, вот эта вот палитра. Вот, палитра может быть побольше. Вот, может быть, тарелка, любая тарелка. Главное, чтобы палитра была пластиковая, либо стеклянная, со стеклом осторожно, чтобы работать. Вот, может быть, тарелка. Чернышева с дендрой в гостях. Света, иди посмотри, все свои. А то тебя толком не видно было. Да ладно ты. Дмитрий не расчесали. Ничего меня не расчесали. Вот, осторожненько. О, привет. Светлана просто не видели, это Светлана Чернышева у нее с интернетом. О, Дмитрий, привет. Свет, здрасте. Родные лица. Свет, сказали здрасте. Я просто звук не сделан на большой сейчас. Дим, покажи картину, которую рисовали последний, заключительную. Крайнюю. Крайнюю. Сейчас. Крайнюю покажи. Какая утренняя зорька. Света, сейчас, секундочку, я звук включу. Можно я пробегу? Света, вот, на шире. Звук выключил. У меня только микрофон вверх. Я-то слышу, что Ника спрашивает. Ника спрашивает, что Ника спрашивает, что Ника, а что вы там делаете? Так, еще раз. Ника, раз, раз, раз. Так, ага, шорохи слышны. Ну что, Светлана, расскажешь, что ты делала? Давай. Сейчас Светлана покажет, что она делала. Сейчас я камеру, вот камеру. Вот. Это река Ганга. Ганга писали. Да. Ганга. На восходе. А где, в каком районе? Решикеш. Решикеш. Здравствуйте, семья Тарасовых. Привет. Здравствуй, Татьяна. Привет, Таня. Рада вас видеть. Привет, Ленок. Здравствуйте, здравствуйте, все. Рады, друзья, тоже все. Это Светлана Чернышева у нас для связи. А Светлана из какого города? Из Индии. Вот. Какая красота там нарисована. А Светлана в каком городе живет? Не в Индии, а в России. Господи. Мне нравится такой подход. Город шахты Ростовской области. Да. У нас курс в Анапе. Завтра у нас. Завтра курсы. Поэтому приехала на день раньше. Для личного общения. Очень хорошо, на березку успела. А то все ганга, ганга, ганга. Надо опять восстанавливать. Точно, точно. Тем более в такой день. Мне нужно поставить будет. Дмитрий, а ты мою сереньку видел? Я же показывала, а ты отвернулся. Смотри. Ух ты, сереньку ты показывала. О, и яблоко. Смотри, обалдеть. Шикарное. Кошкин, Кошкин. Яблоко-то вообще живое. Прям кушь-кушь-то. Ой, Полина. Я не закончила. Здорово, Лена. Лева. Лева, точнее. Лева, точнее, сейчас ты гуляй. Приятно видеть знакомые лица. Не то слово, да. Очень приятно. Лена, ну ты на карпах. Что ты говоришь? У меня Полина. Ты видишься. Все свои. Да. Мы регионом похвастаемся. Чем еще? Похвастаемся. У нас сегодня порядка 20 человек должно быть. Так, ребят, я ненадолго выключил звук. Пошли сильные провисы. Вот они, карпу. Сейчас я звук покажу. Немножечко. Сигнал. Когда буду подвисать, можно будет выключать микрофоны, можно выключать видеоизображение, будет немножко улыбка сигнала. Да, подвисания в любом случае бывают у всех. Это нормально. Вот, поэтому здесь уж ничего такого постепенно привыкнем. Ну и связь потихонечку восстановится, и будет все хорошо. Так, еще раз пробегусь. Что будет очень необходимо? В первую очередь, ребят, нужна будет нам вот именно палитра, на которой будем краски мешать. О, оксана. Вот, это очень важно, чтобы у вас она не впитывала воду. Бумага не подходит. Любые пластиковые, хоть тарелки там одноразовые можно использовать. Все что угодно. Вот, ну, краски, кисточки, тряпочки – это само собой. Тряпочка обязательно, ребят. Будут процедуры, когда надо будет тряпочкой часто вытирать саму кисточку. Вот, поэтому я вас прошу, чтобы вот у вас была тряпочка хоть какая-нибудь. Ну, краски лучше акриловые. Надя, привет. Надя, Рева, привет. Добрый день. Да, приветствую. Добрый день. Все красивые такие, прям праздник. Праздник. Праздник, да. С праздником, ребят. Всех с праздником. Да, и вас с праздником, ребят. У нас открыли набережную даже, ура. Да, у нас очень... Да ладно. Да, да, нас выпустили, а то всем разрешено, кроме Анапы было. Ну, у нас перестраховались просто очень так сильно. Вот, ну... Ну, у нас еще ехали из Краснодара, а кольными путями автобусы не шли. Но так как наши приехали, все, сняли, послабление. Ну да, сразу. Алиса, привет, давно тебя солнца не видели. Рын-дын-дын. Еще кинул киска наша любимая. Формат какой все-таки лучше брать? А4? Я рекомендую А4. Может, чуть-чуть меньше, покороче, чем А4. Поменьше, да? У меня формат вот... Вот есть вот... У меня не большую такую, Дима, 20 на 20. Ну да, тоже подходит. Хормуль? Ага, ну все тогда. Вот это А4, А4. Это вот вариант, который тоже... Поменьше которой. Ага. Вот. Сюжет, ребят, тоже сюжет будет очень простой. Береза будет одна. Красивая, сильная, мощная. Именно такая фаза ее пышности. Как бы вот такой вот вариант я вам предлагаю. Вот. Вот. Поработаем с этим эффектом. Ну и задача будет больше как раз внутренне с этой березой нам синхронизироваться. Вот. Символ очень красивый, очень приятный. Но я еще покажу ее потом на камеру отдельно. Сейчас у нас еще подходят участники. Через одну минуту мы начинаем. У нас студенческих пять минут, не пятнадцать, как это обычно, в очном варианте. Пятнадцать для дендра, да? Ну, не всегда. Да, мы делали пятнадцать минут для дендра. Только первый раз. Не, не, не делали. Минуты три делали, да. Четыре. Вот. Не, ну пока подбегают все. Все же по-разному заняты. Ну, в принципе, для нас уже девятнадцать. Так, открываю чатик на всякий случай. В чатике два сообщения, а можно третий или чуть меньше. Можно использовать третий формат, в принципе, можно. Просто надо будет, соответственно, когда я буду показывать что-то на какой-то размер кистей, вот от своего формата делать прибавку раза в три. Ух ты. Лена, покажи еще разочек. О, как хорошо ты с ними посидела, а. Здорово. Ух ты, красота какая. А камушки-то камни. И прям камушки хочется, прям вот не знаю, вот. Как живые. Вот бы такую стену сделать вообще, изгородь такую. Обалдеть. Из таких-то камней. Представляешь, изгородь красивая какая. Лена, молодец. Так, у нас Анна подошла. Так, ну и, собственно говоря, ребят, студенческие минутки выходят. Девчонки, у вас там как на Урале? Холодно? Ирина, Иринера, тепло? Микрофончики выключены. А, выключены. Пока тепло. Хорошо, солнечно. Пока тепло. О, классно. У нас всех тепло. Ура. Здорово. Пришло тепло. Это клава. В Россию. Вот, ребят, нужно еще будет в самом начале нам карандашик. Угу. Мы карандашом с вами почерпим. Вот, а потом уже полетим дальше. А, Галла цветочки не показала. Галла, это что за цветочки? Что это? Что это такое? Пионовидные. Видите, такие розочки. Это пионовидные такие. А, это розы пионовидные? Ага. А это пиаловидные. А это вот красивый тоже какой. У меня было слово. Вечерница. Ну, чисто российский. Ой, чисто российский. Гусиный лук. Россия. Поляр. Свет такой? Гусиный лук у нас зацвел. У нас прямо растет везде поляр. Как там ваши козы поживают? Отлично. Скоро давать молодцы. Еще не все там похрымкали, нет? Мы сделали для них хороший, комфортный загон. Они хорошо коронируют шиповники. Коронируют шиповники. Ну, по крайней мере, не надо вырубать ни терновники, ни шиповники. Они сами все это делают, да? Все козы сделают сами. Все. Рабочая сила, однако. В Ростове аж 34. Ух ты. А грунтовать надо было или не надо было? Нет, 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 ребят. Гладкую сторону будем использовать. Начнем. Начнем. Давайте уже. Уже 7 минут я суденечки сделал вместо 5. Достаточно, я думаю. Я попрошу вас, ребят, звук выключать все. Ну, я, если что, продублирую. А видеоизображение выключайте, если у вас будет подвисать немножко часто. Слишком часто будут подвисания, тогда выключайте и видеоизображение. Связь будет немножко более устойчивая. Ну, а в целом, ну, все равно подвисы будут. Не переживайте. Немножко всегда подвисает чуть-чуть. Вот, ловите интуитивно. Итак, начнем. Березушки наши. Березушки — символ очень женственный. Это такая очень чистая энергия. Ее очень часто, я слышал, сравнивают с энергией хранительницы России. Берегиней такой получается, вот если по-древнерусскому называть, самой Матушкой Богородицей. Вот, именно вот это вот как раз символ в виде дерева, березу, как раз вот всей нашей России. Вот, мы сегодня как раз вот эту березушку с вами и будем создавать. Внешне — это будет береза, да, береза. Внутренне, ребят, я бы хотел вам предложить такой режим работы, перейти именно на такой вот момент контакта с вашей вот этой вот работой, вот именно на симпатии, на чувственном таком контакте с березой. Можете представить себе все, что связано с березой, когда мы будем ее создавать. Даже если мы будем чертеж делать, а вы внутри гоняете вашу память, напрягаете наш ум, чтобы он справился иллюминал, какой запах у березы. Кто-то может помнить березовый сок, а березовые почки, а березовые веники, а пожевать березовый листочек, а может быть что-то еще там, а берестяные там всякие изделия разные, бересты и прочее. Вот все-все-все, знаете, вот как будто у нашего ума есть досье на березу. Вот это досье надо сейчас перелистать, пока мы будем там чертежи какие-то делать, какие-то объяснялки я буду вам рассказывать, а внутри все из вашей жизни. Сколько вы прожили лет, весен, зим и осеней на этой планете, вот столько вот собираете вот это досье. Все равно видели когда-то там осенняя береза, зимняя береза, летняя береза, вот самые разные ее виды, ваши контакты в березовой роще, березовой аллее, вот все-все-все-все-все, визуальное, на ушки, на запах, на попробовать. Вот все наши чувства подключаем к тому, что связано с образом березы. Чего делать не надо? Не надо анализировать вообще, как рисовать правильно березу, ребят. Вот это пока уберите вообще из головы. Как правильно, ну не стоит на это время тратить. Долго это объяснять, как ее правильно рисовать. Больше рисуйте ее с чувством, вот больше на чувство акцент, чем на правильность. Здесь правильность играет вторую роль абсолютно, а то и 21-ю. Поэтому здесь на нее не обращайте внимания вообще. Попробуйте получить максимальное удовольствие от того, что вы просто прикасаетесь вот красками до листа вашего картона какого-то или холста. Вот просто они у вас как-то складываются, эти краски, как мозаика, из них что-то появляется, какое-то такое что-то обрисовывается. Лучшее, что мы можем сейчас сделать, это посылать вообще благодарность миру за то, что в нашей жизни были березы. Вот это было бы самое лучшее, просто замечательное. Мы можем делать, как бы запускать вот именно энергию как раз вот этого контакта через благодарность с этим деревом. Какие она даст вам подарки, но это уже наблюдайте дальше. Это уже будет такой посттренинговый бонус, скажем так. Если синхронизируетесь с березой, подарки будут. Вот, это проверено, неоднократно. Холстинку я предлагаю вам располагать больше как раз вертикально, ребят. Горизонтально она будет маленькая, мы там много не разместим. А вот именно вертикальный режим позволит вам много изобразить березы, причем самой мощной силовой части березы, самая такая вот силовая основа. Я сейчас переключаюсь на вторую камеру и начнем. Так, эта кнопочка вот эта. Пока нам нужен будет карандаш. Вот прототипом будет вот такая береза, довольно такая раскидистая, очень сильно опускающая все свои тонкие нежные веточки до самого чуть ли не травы. Можно, конечно, сделать это поскромнее при желании, ребят, но я хотел, чтобы была очень большая масса листвы. То есть, чтобы листвы было много, чтобы мы запутались в этой листве, чтобы нас эта листва практически утопила. Вот мы прямо в этой листве растворились. Вот это была одна из задач этого упражнения. Вот и березу тоже показать максимально близко. Если березу делать на удаление, то, собственно говоря, на удалении подробностей мало можно показать в стволе. Далеко, потому что когда находится, много чего не видать. А когда к вам близко деревце находится, можно очень подробно что показать. вот эти подробности мы с вами и сделаем в таком вот контакте с березушкой полетели и так листочек бумаги пока карандаш пока вот это наши основные будут элементы вот мы сейчас с вами сделаем небольшой чертеж чертеж чертежик сейчас я повыше в камеру так гусиный лук пусть кран даже сделано поиск разделе немножко поверхностей вот нижнем а потом еще каждый пополам пополам еще серединка серединки и серединка серединки вот здесь вот нижняя серединка нашего ну точнее половинка четвертинка это будет все это будет трава мурава именно подберезовая трава трава подберезная у нас будет то полюшка которая за березой находится какой-то там дальнейший выход нашей березы вот за этой березы вот это все пространство все остальные части мы с вами там ничего не останется четвертинки вот если вот четвертинку который мы здесь немножечко вот на этом уровне я предлагаю вам поставить наш ствол поставить посередине советую это слишком сильно да так давайте минуточку повторите пожалуйста дмитрий четвертинки вы слышали да ребят ну так только слова четвертинки я предложил вам разделить на четверти весь наш лист этап я предложил использовать нижнюю четверть для травы вот это вот нижняя тут тут будет трава вот потом я предложил использовать нижнюю четвертинку чтобы в ней березу поставить приблизительно на ее половине этой четвертины это вот начало ствола будет вот на половинке этой четвертинки вот прошла информация вот потом я начал говорить о том а куда конкретно поставить ствол и предложил не ставить его посередке ни в коем случае это слишком ну симметрично не интересно я предлагаю вам и поставить таким образом если лист разделить на какую-то вот из этих дней либо вот в эту зону либо вот в эту зону вот чтобы вот если на три части разделить нашу вот эту основу то вот на этой зоне и ствол его можно немножко наклонить можно сделать с наклона можно сделать принципе пряменько и поставить крупный ствол ну знаете ли ну не меньше двух пальчиков вот что два пальчика помещалась может чуть больше можно прям так это по основательной поставить колонна некая колонна которая будет нас превращаться в березу основание вот это не обязательно можно слегка и посужене сделать чтобы не такая была большая платформа внизу они расширяются немножко внизу многие березы ну и кстати тоже хочу напомнить вам что у нас в россии 16 видов берез и еще две березы живут в канаде которых у нас нет берез очень много не все березы подходят для веников занимается вениками думаю вы знаете это прекрасно кто не занимается вениками любит баньку иметь в виду не все веники подходят для баньки хотят для ароматерапии все подойдет это будет наше главное это березушка вот это все у нас будут травушки-муравушки под березовый еще раз напомню это вот все травки травки травушки дальше я предложил вам использовать территорию для поля за березой которые находятся и вот эту четвертинку еще очередное вот а все остальное там у нас будет скрыто листвой на ветки пока не делайте ребят вот пока вот это вот вся наша главная такая вот работа следующие наши движения обязаны с широкими кистями большими кистями лучше всего подходят колючки всевозможные которые называются щетинка вот мы называем эти щетинки кистью судьбы но так уж получилось что очень многим они поменяли серьезно свою жизнь поменяли там мы их только используем обычно эти кисточки поэтому мы их так и обзываем между собой вот кисть судьбы на малярную кисточку у них прямой волос колюченький вот именно как колючки такие вот и и вот такой сейчас будем с вами делать движ по травушке я предлагаю вам движение делать вот такой вот прикладочкой такое похлопывающие движение по травушке которые там вот вдалеке находится мы будем делать другой краской и прикладочкой скажем так под большим углом практически лежит как она лежит так же не мы будем эту прикладочку делать структуру вот этих вот тура вот это вот так опять дмитрий повтори пожалуйста висишь опять на елке да 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 сейчас итак повторяющий разочек ребят мы будем использовать колючую кисточку для формирования травы бочком вот именно прикладка лежа полностью положи в кисть трава которая будет подальше будет под углом тот же бачок но будем уже использовать под углом вот это вот как бы наши основные элементы начиная вот с этой половины нашего всего будем использовать тычок вот здесь будет только тычок использоваться чтобы здесь сделать как бы фон чего-то дальнего вдалеке зеленого цвета сейчас нам будет нужна зеленая ну и желтая вот три красочки дмитрий повтори пожалуйста какие краски нужны желтую и зеленую слышала а третью не слышала опять не слышно дмитрий не слышно желтая зеленая и краски желтая так белая и охра а все понятно белая охра и белая две светлых получается ну как три света охра желтая и белая и одна зеленая что у нас такое с интернетом интересно зеленую выдавил враги глушат не знаю как то странно очень не было ж такого ж а праздник же россии сейчас по везде идет это какие то наверное мероприятия с интернетом завязаны гуляния 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 лучше б на улице гуляли такая погода прекрасная зеленая светлая и зеленая темная или как ну если есть такой выбор вообще здорово ну нашел охру куда-то меня уберем есть охра ура все охра есть и белая все ребят весь запас готов сейчас больше подглядывайте я сейчас приближусь к нижней третьей части сейчас наведем резкость вот она ой 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 так все итак похлопывание сейчас будут похлопывание кисточкой но похлопывание с разными оттеночками начнем именно с этой травушки береза пока как будто бы ее нет мы пока на нее не обращаем внимание ее время придет чуть попозже сначала давайте сделаем окружение вокруг березы можно с белой красочки взять немножко белого цвета чуть-чуть на кисточку и похлопывая белой красочкой начинать добавлять в нее зелененький все движения похлопывающие ребят мы пока формируем светлую зелень у кого нету адекватной зелени ну может быть так быть что у кого то есть только изумрудная зелень которая не совсем даже на зелень похожая в нее можно добавить чуть-чуть немножечко шоколадной коричневой краски вот а в эту вот нашу вот сейчас вот у кого есть зелень такая вот обычная в нее потом просто маленькими добавками и желтый цвет добавляем и немножко охрочки добавляем чуть-чуть можно маленькими порциями и саму зелененькую снова прихватываем и вам надо сделать как можно больше оттенков под вашей березой чтобы у вас была заготовка под траву и оттенков не сделать как можно больше вот попробуйте сделать чтобы она была богатая по краскам вот и все это бочком бочком прикладывая кисточку немножко заезжайте на вашу березушку слегка так вот можно спас спокойненько заезжайте краски в основном все очень густые воду добавлять очень осторожненько лучше небольшой кистью а какой-нибудь маленькой палочкой либо кисточкой иначе вы можете ну пол чайной ложки воды взять на эту кисточку она впитывает много в себя у кого такая кисть есть вот лучше в лучше воду добавлять чем-нибудь отдельно и по капелькам так теперь немножечко сейчас желтенького снова прихватываю и желтенького местами делаю чуть побольше особенно краешку вот этого моего предполагаемого как бы но предполагаемой территории под березой вот там вот чуть подальше чуть пожелтее закидываю собственно говоря фон для травы готов это фон для травы хотя можно таким способом сделать даже очень похожую на траву систему но пока это только заготовка для фона фон фоновая заготовка для травы тут потом будет травушка выписываться вот а я уже буду подниматься чуть выше но нужна будет чистая кисть это же самое но чистая ее надо полоснуть наш там будут меняться сейчас краски резко и обязательно когда вы ее помоете ребят следующее движение помытой кисточки завернуть ее в тряпочку и выдавить из нее всю воду прямо смело закладывайте в тряпочку зажимаете прям там в тряпочке и вы выдергиваете у нас капельки вылетели это не опасно но вообще вот если бы эти капельки попали на краски вот это было бы опасно вода к сожалению в этой кисточке очень непредсказуемо может повести себя поэтому лучше используем густые оттенки вот и вот сейчас дальше следующий переход который я начинаю делать это то поле которые за моей березы будут находиться там можно добавлять и желтую и охру ну и конечно белую белой краски побольше особенно там вот в конце где вот закончилась эта вторая моя четверть это символ поля за березой получается горизонт посередине как бы листа да да но мы его видеть не будем он исчезнет ладно так нельзя делать да все правильно горизонт посередине береза посередине так нельзя ребят вообще на будущее имейте ввиду но это не 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 эстетично скажем так немножко даже вот но здесь мы не будем эту территорию видеть это все будет скрыто вот желтенькие краски использую сейчас на дальнюю часть можно в принципе для информации себе сделать какой-то вектор там такой подъемный например вот немножко под углом под углом слегка березушка пошла там какое-то поле холмиком это поле в широком смысле ребят поле как поле по которым можно погулять поле как некая энергополе энергетическое поле биополе в том числе и био также это поле ароматов как бы такая фитонцидное поле звуковое поле вот как бы далеко не уходя в метафизику вот чисто физику ребят там есть запахи ароматы звуки поле деятельности там явно какая-то деятельность может быть бурная причем как у людей так и не совсем у людей животные насекомые тоже там что-то делают вот охручку можно добавлять туда же немножко даже немножко заезжайте смело на вашу травушку ничего такого страшного не произойдет будет только красивее ваша трава является частью этого поля все связано вот здесь я немножко откачу камеру слегка вот а потом будет тычок ребят тычок но массированный большой вот на всю эту половину что осталось вне березы будет вот такой тычок кисть мыть не надо ни в коем случае но краски все какие вы там навыдавливали и желтенькие красочки местами пораскидывайте и зелененький цвет пораскидывайте прямо от краешка вашего поля где поле закончилась вот оттуда и начинайте такой тычковое заполнение очень хорошо если она будет такое все себя цветастая где-то потемней где-то посветлей еще красивее будет если она будет у вас книзу очень темное такое вот прям темно-зеленое а к верху все светлее 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 будет вообще здорово если так получится вот можно просто более темные краски зеленые кинуть вниз а потом они же кончаются с каждым вашим тычком можно еще и помогать прихватывая светлые красочки и кверху все светлее 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 вот заодно и все красочки почистил Очень рекомендую недолго стукаться на одном месте. Когда стукаетесь долго на одном месте, все краски смешиваются. Получается не так красиво, как было до этого. Если делать так, что все-таки видно немножко и вот этого цвета, и вот этого, и вот желтенькое пятно никуда не делось, и вот беленькие местами. И даже сейчас еще немножко беленьких прихвачу чуть-чуть, вот слегка-слегка потыкаю в зелененький, чтобы салатовый получился, и уже легонечко погулять немножко. Тоже будет интересно, красиво. Но если тыкаться на одном месте долго, либо очень частоту большую сделать этих тычков, то, конечно, все исчезнет, все станет в один цвет. Ну, тоже ничего страшного. Тут как бы тоже это получается фон. Мы с вами сделали фон, который будет за березой. Он себя включает, траву внизу, это фон для травы. Фон для поля, ну, большая часть этого поля тоже будет под листвой березоньки. Вот. И та зелень, которая на той стороне поля уже, там, лес. Это, похоже, лес. И она до самого верха, да? Да, мы полностью заполняем весь наш этюд. Небо не будет? Нет, небо подразумевается. Мы прекрасно знаем, что над нашим лесом и березой есть небо, солнце, может быть, даже облака. Мы все эти намеки сделаем как раз светом о нашей березе. Свет на березе будет намеком, что там небо. Не с тучами. Хотя можно и с тучами сделать. В принципе, тоже будет освещение другое. Вот. Ну, такая вот, ребят, заготовка будет наша уже основная. Вот. Вы сейчас меня пока догоняете. Я попробую сейчас посмотреть, что там у меня с интернетом и как это вообще можно улучшить. Да, пожалуйста. Подозрительно что-то мне это все. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну, надеюсь, сейчас получше будет немножко. Дмитрий, еще разочек. Можно спросить, до самого верха вот этой зеленью, да? Да, да, да. До самого верха. Ага, а то что-то как-то страшновато, понятно. Не бойтесь. Все будет хорошо. Хорошо. Смелее. Хочется увидеть твою картинку снизу доверху. Вот это вот? Давайте. Новую, да. Представлять себе. Ну да. Пока она будет сохнуть, я вам сейчас кое-что покажу еще. Вы все знаете, не менее. Напоминалочка небольшая. Челгуашь, ура. Такую модель. Пока сохнет этот... У нас правда много видов берез, ребята, и у каждых видов берез. Смеленькие. Вот. Но в любом случае... Небольшой коры. Сейчас нету подвиса, ребят, пока. Нормально. А можно попросить звук у всех выключить? Особенно вот я... Ага, сейчас, секундочку. Выключаю звук. Вот, ребят, сейчас у вас есть березонька в виде коры. И вот обратите внимание на такой момент. Вот я сейчас делаю из этой березоньки пенек, например. Вот. И что произошло, что мы видим с нашими этими ресничками? Так-то мы их видим во всю длину. Прямо вот целиком. Прямо береза-береза. Но как только... Ой. Как только вы ее превращаете в цилиндр, вот, реснички, которые там заходят за цилиндр, пресекаются, ну, как бы четко по грани нашего цилиндра. Ну, по границам нашего цилиндра. Это очень важная вещь. Она, в принципе, очевидная. Я здесь ничего такого не открыл нового. Но ваше внимание хотелось обратить вот на это. Чтобы вот этот элемент мы будем с вами применять. У березы ресничка, заходя за край, вот в этом месте как раз отсекаются резко. Вот этот акцент прошу вас иметь в виду. Хотя он, правда, очень очевидный. В нем ничего такого нового нету. Просто иногда об этом можно увлечься и забыть. Вот, ну что, пока подсыхает. Второе правило тоже, которое нам может пригодиться. Так, что-то матовое. Вот у меня есть матовый стаканчик для подводных растений. Вот, сейчас попробую даже немножко, вот, используя лампу света. У меня сейчас в руках цилиндрический предмет. Он освещается вот отсюда настольной лампой. Она у меня на столе стоит, белая настольная лампа. И вот благодаря этой лампе видно, что у меня в руках цилиндрический предмет. Вот, обратите внимание, где у него светло, где у него темно. И какая граница между этим темно и светло, как она происходит. Для тех, кто писал такие вещи, все будет хорошо. Вот, а те, кто первый раз вот такое сейчас будет делать, ребят, нам надо будет сделать из нашего ствола березы именно эффект цилиндра. Чтобы у вас действительно с одной стороны березонька была более светленькая, с другой более темненькая. Вот, то, что вот эта светленькая сторона называется словом «блик». Может быть, слышали «бликует». Бликует. Вот есть даже такое выражение «давай-ка не бликуй». Есть такое выражение в некоторых кругах, чтобы кто-нибудь там не очень-то бликовал. Вот, блик — это как раз то, что ярко-ярко отсвечивает, ярко-ярко выделяется в любом объекте. Особенно, если он имеет какую-то форму, тем более округлые. Вот это очень интересное явление. И тень. Вот с другой стороны как раз зона тени. Вот эти два параметра, которые мы с вами будем использовать очень так четко. Но есть еще один элемент, о котором я попозже расскажу. Хотя, в принципе, на березах его не всегда видно, но иногда он работает. Вот, пока вот только вот эти два предлагаю взять в наш арсенал. Вам надо сейчас сделать здесь березоньку, но так, чтобы это было цилиндром, а не какой-то другой фигурой. Не фанеркой, не выпиленным каким-то деревом, а вот прям цилиндр-цилиндр. Для этого я предлагаю первое, что сделать белой краской, сделать вот ваш общий весь цилиндр, ну, как бы ствол весь цилиндрический, будущий цилиндр. Можно приготовить даже черную краску заранее. Можно пока ее не готовить. В принципе, нам сейчас главное сделать, во-первых, сам ствол, чтобы у вас был четкий, вот беленький. Мы выписываем его так красиво, последовательно, прям так вот заполняемся везде, где мы заходили нашими фонами, на нашу березоньку будущую. Внутри я спрошу еще больше, повспоминайте, когда вы общались с березами, вот эти ощущения, вот эта свежесть. В березовом, может быть, в березовой роще кому-то повезло погулять. Как это происходит в березе, когда вот вы можете быть в березовом роще, и вот как это вообще для вас? Как это вообще вот, что внутри происходит? Это очень интересное явление. Если внимательно прислушаться к себе, то там, конечно, интересные происходят процессы. Вот. Ну и пока он сырой такой, вот у меня весь сырой, не буду дожидаться, пока он высохнет. Вот теперь, ребят, когда вы его обведете, пока он сыренький, и кисточка вашей в краске тоже вот пока будет, я предлагаю вам, взяв черный цвет, поэкспериментировать. Его надо совсем немножко, очень мало надо будет черного цвета, прям буквально рисовое зернышко-то очень много. Лучше половинку рисового зернышка. И вот теперь сейчас еще на всякий случай смажу березоньку. Вот немножко, совсем на кончик я беру черный цвет. И вот по этой территории начинаем делать вот эту вот втирочку, ребят. Чтобы сделать цилиндр, сначала мы втираем черный цвет аккуратненько и растираем его, чтобы как раз очень сильно-сильно-сильно-сильно он у вас начал исчезать. Вот это такая для тренировочки, такая небольшая штучка. Легонечко. Вот сейчас посильнее немножко, все то же самое сделаю чуть посильнее. Вот там уже все подсохло, поэтому я сейчас все это закрашиваю. Еще разочек. Я тоже предлагаю вам потренироваться. Кто первый раз в жизни вообще такие вещи делает, ребят, лучше потренируйтесь. Потом будет, правда, легче и проще. Вот. Снова я все закрасил белой краской. Чуть побольше возьму теперь черненького. Распределю его приблизительно в той территории, где у меня будет идти тень. Немножечко. А теперь я это все делаю более жестче немножко, более контрастнее. Вот. Потом еще посмотрю, что с этим сделать. Вот. Выхожу на эту границу и растираю в березушку. Если будет засыхать, вот сейчас пошло засыхание у меня, прихватывайте побольше белой красочки вместо воды. Именно белая краска будет вашей воды. И втирайтесь в этот темный цвет, делая его плавный переход, чтобы у вас получился эффект вот этого цилиндра. Это вторая попытка. Темновато немножко, в принципе, так чуть-чуть. Но, с другой стороны, если это в тени самой листвы, такое может быть, конечно. Но мне бы хотелось посветлей. Вот. Третья попытка. Вот. Кисточку я вытираю от тряпочку. Мыть не обязательно. Снова смазываю березушку белым цветом. И немножко совсем беру черненького цвета. Совсем чуть-чуть. Вот только вот с этого краешку так слегка сделаю. А вот потом буду брать больше белой краски на светлую сторону, еще и быстренько ополосну в кисточку, чтобы посветлее сделать ту часть, которая отсвечивать будет сильнее. Вот. Теперь она будет уже светиться гораздо интереснее. И опять же, все равно вот как бы сохраняется эффект вот этого цилиндричного такого ствола. То есть ствол цилиндровый. Колонна. Это что касается черной краски, ребят. Но не всегда есть смысл использовать черную краску. Можно использовать не только черный цвет. Очень красив цвет, например, того же черного, если уж брать, то немножко с голубым цветом. Или немножечко слегка с зеленым цветом. Чуть-чуть хотя бы аккуратненько так вот добавить. Если береза на закате, можно добавить туда умбру жженую, чтобы была береза потеплее чуть-чуть. Вот как бы более теплый такой был тенечек вот этой березки. Тоже вполне все это допустимо. Ну, голубой вот сейчас, наверное, сюда добавлять уже не буду. А вот умбру все-таки чуть-чуть добавлю. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 вот тонкой кисточкой нужно будет навести черный цвет до состояния молока вот как молоко его сделать так ствол березы поставлю рядом так вот это будет ствол березы полежка березовая задача сделать реснички ребят сейчас первая пропись это реснички можно начать сразу не обязательно снизу к низу подойти а вот начать делать вот эти реснички которые выходят из-за боков березки где-то проходит тоненькой полосочкой до другого края березки и начинаем делать вот этот орнамент к низу его можно уплотнить уплотнить до такого состояния эти черточки штришки полосочки пятнышки чтобы они образовали чуть ли не черный постамент вашей березы который немножко заходит даже на траву эта тонкая кисть и жидкая как молоко краска есть березы у которых нет этого постамента есть береза у которых этот постамент очень большущий он прям такой громадный 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 есть этот постамент серого цвета у некоторых берез вот но в любом случае когда начнете делать вот эту фазу работы ребят я запрошу внутри все собирать всю информацию про березы еще больше еще раз себе напомните или вспомните свои ощущения когда пили березовый сок когда был какой-то контакт первой степени с березой когда вы могли потрогать понюхать послушать вот все в своей жизни кто знает о свойствах березы в том числе лечебных тоже эту информацию удерживайте тоже очень очень хорошо что есть такая у вас информация она тоже поможет вспомнить как вам делали компрессы из березовых почек не всегда проятная процедура но такая эффективная пожалуй одна из самых эффективных процедур в плане лечения многих болячек ну про березовые веники вообще кому банька не противопоказана я думаю уже знакомы с этим эликсиром молодости вот количество размер ребят это вещь такая очень индивидуальная вы можете делать очень часто реснички есть такие виды может делать редкие такие тоже найдутся виды можно делать тоненькие там такие маленькие тоненькие реснички такие они не сильные тоже такие виды есть правда их очень немало скажем так этих видов какие-то отдельные черточки точечки какие-то маленькие такие вот прям пунктирчики какие-то могут быть название их тоже самые разные раковинки реснички много разных других каких наверное есть еще слов вот сам вид березы вспомнить когда ветер качают эти вот ниспадающие особенно березы плакучие вот когда береза плакучие вот когда качаются вот это листва как это все шелестит как это двигается совсем другой прототип может кто-то рассматривал капельки на ветках березы после дождя особенно когда листьев нет уже либо еще не появилась вот эти капельки прям так красиво светятся и может быть видели даже что они образуют такие спиральные круги очень красивые а вы вы вот этой же краской черной тоже не стесняйтесь можно поделать вот такие отдельные травинки ребята заодно потренировать руку на травиночке в районе березки как раз вот этого места тонкие легкие взмахи снизу вверх как растут наши вот эти вот все травинки как бы это будут именно темные травинки если ваша черная краска будет с водою то когда она высохнет у вас произойдет процесс ее прозрачности она будет у вас высыхая становиться прозрачной и то что будет под ней это зеленый наш фон поэтому все эти мазочки травы траве не стообразные они оспах впоследствии превращаются в зеленые но темные темно-зеленые как раз под самой березой примут на уровне вот этого ствола березы если вы это сделаете то будет очень красивая иллюзия ассоциация затемненной березой травы вот это именно та трава которая под самым березовым стволом более темная чем все остальные травки поодаль находящиеся те же самые причем травки но они чуть подальше поэтому уже не в тени такой плотной а все травки которые в тени вот могут стать вот такими вот вполне затемненными хотя даже среди них будут травки яркие солнечных зайчиках и так далее так далее вот той же черной краской вот как задел на будущее я вам предлагаю сделать и ветки такие у березы контактные такие веточки можно и по пока их можно сделать черными именно расходящимися в стороны массивными вот потом мы будем делать им разные оттеночки вот они могут двигаться как вот немножко по траектории к верху могут быть какие-то ветви которые например тоже сделать можно такую большую ресничку например крупную ресничку широкую и вот с нее прям выпустить ветку который может смотреть немножко ниже чуть-чуть вниз пойти вот основная траектория ветки еще раз напомню черная краска для тонкой кисточки надо чтобы было вас густоты молока жидкая капельку воды в нее добавьте может быть две капельки воды будет легче сразу же вот и я тут же от каждой веточки можно делать разделение прутиков можно делать прутики не спадающие можно делать прутики восходящие они бывают самые разные и такие-такие можно делать какие-то прутики толстенькие какие-то тоненькие но очень часто прутик когда выходит или какая-то ветвь выходит у березы под ней как раз некое такое скопление этих ресничек образующих какое-то пятнышко из которого потом полетела ветка у некоторых сортов березы это так есть сорта березы в которых по-другому это обыгрывается вот вам как раз такое будет задание на наблюдательность понаблюдать разные виды берез в принципе в любом лесу два-три вида можно найти наблюдая внимательно затем как они устроены какие у них ветки какой у них ствол вы уже два два вида точно обнаружите жители карельских регионов может быть по привидится и карельская береза за полярным кругом тоже очень много бывает березок таких они очень кривостенькие такие слегка красновато оранжевая кора вот бывает у них тем не менее березка и запах березки есть даже у нее такая кареллофиночка вот сколько вы будете делать ветвей я не знаю ребят вопрос увлекательный можно сделать их много есть березы у которых очень близко к земле появляется огромное количество ветвей некоторые из них даже чуть ли не размером ну не ствол конечно но почти как ствол очень толстые есть березочки у которых черные веточки расходятся в разные стороны прямо от ствола от колонны главной и вверх и вниз и к низу и посередке так вот параллельно земле некоторые наблюдаете это очень неожиданное будет наверняка для многих открытие что березы разные да в принципе в размеры своего вида они тоже все очень индивидуальны у всех разные выражения лица у всех разные ухмылки или улыбки смотря на и Продолжение следует... Продолжение следует... Какую-то там сделают тоже конструкцию. Вот. Надо скакать обязательно взглядом, чтобы он у вас не переутомился. Если долго фиксировать внимание только на один объект, всегда идет переутомление, это нормально. Естественная особенность восприятия. Вот. Поэтому обязательно переключение делайте. Вот. Я сейчас переключусь на траву пока. Вот. Как я сделал черной краской? Вот точно так же я сделаю сейчас капельку воды раз, капельку воды два, и в них капельку белой красочки. Вот такую пока сделаю замесочку. И вот этой жидкой такой белой краской, очень жидко, без комочков, только надо ее растворить жиденько, тоже отдельные травинки, даже среди темной травушки. Вот какие-то отдельные, такие вот, сколько-то надо сделать. В какую сторону наклонять, без разницы. Можете хоть по стойке смирно их сделать, ребят. Можно немножко их понаклонять туда-сюда, чтобы были как раз какие-то эффекты таких вот травы-муравы. Я его так обычно называю, чтобы ваша трава муравилась. Вот. Напомню, белый цвет тоже подсохнет, практически исчезнет, станет такой просвечиваемый, и под ним будет светиться то, что находится под ним. А под ними находятся зеленые оттенки. Поэтому это будут все равно травинки зеленоватого цвета, без вариантов. Вот. В остатке этой белой капельки, которая у меня вот здесь остается, ну что, не пропадают же капельки. Я в нее желтенького добавлю сейчас. Или охры. Вот у меня охра открытая лежит почему-то. Вот сейчас я охру туда кину. Охра уже немножко у меня осталась. Будет такой цвет слоновой кости. Уже не белый цвет. Если охру растворить в белой краске, будет слоновая кость. Вот этим цветом слоновой кости. Вот пол капельки я отправлю на это дело. Вторую половинку оставлю для другой краски какой-нибудь. Вот. И тоже какие-то травинки я делаю вот этой вот охрой. Они будут отличаться от беленьких. Хотя внешне, может быть, поначалу будут казаться, что они одинаковые. Ну вот хотя бы 10 травинок я вас попрошу сделать вот каким-то таким вот оттеночком. Сколько-то травинок можно сделать? Точно так же желтенькую добавить краску. То есть я сейчас набиваю разные оттенки красок как можно больше, чтобы было цветастие, разнотравье. Вот желтенький цвет сейчас использую. Тоже с белой замешала остатки белой красочки, которую я тут жидко навел. Вот и теперь уже желтенькую. Особенно желтенькая красочка хороша для тех травинок, которые вот там вдалеке будут находиться. В этом как раз приеме упражнений. Продолжение следует... Зелененький у меня тут остается тоже. Скоро засохнет. Чтобы не засох, сейчас я его тоже сделаю с белым цветом в перемешку, чтобы он стал салатовый. И вот этим салатовым зеленым тоже чем-нибудь по травушке, тычком. Просто тычком по травушке погуляю вот там, где как раз трава заходит на территорию того поля вдалеке. Чтобы не было видно границы между травой и вот этим полем. Я как бы смазываю вот этими маленькими тычковыми движениями то ли это какие-то листочки каких-то травинок. Может быть, это листочки молодой поросли от этой березы. Пока березовая роща еще не появилась. Ну и заодно я предлагаю вам как раз на таких штучках потренироваться на ту листву, которую мы сейчас будем нашей березушке делать. Не знаю, кто-нибудь делал ли такой эксперимент подсчет листьев у среднего возраста березы. Сколько листьев всего на дереве вообще вот в принципе. Вот, наверное, это абсурдная задача. Но с другой стороны, вот сколько мне надо делать листочков, чтобы береза была такая прям береза-береза. Вот, чтобы побольше было свойств березовых. Чтобы побольше войти в состояние березы. Салатовые зеленые травинки отдельно тоже сделаю. Особенно вот место с травинками надо будет прикрыть там, где у вас ствол березы входит в траву. Когда мы там делали черные реснички, возможно, у вас получилась резкая граница между травой и вот этим вот постаментом нашей березы. Поэтому вот в этом месте надо травинки ввернуть, заезжать травинками прямо на наш ствол под разными углами, под разными наклонами, чтобы трава была у вас понатуральнее, поприроднее. Вот, и вот потихонечку так вот накрывая травкой, ваш ствол становится как бы частью уже этой поляночки, на которой он находится. Если этого не сделать, появится ощущение, что ствол как-то поставили прям так вот как-то отдельно. Может быть, даже висит над травой, слегка зависающий ствол такой. Ну, а я перехожу к листочкам березы скоро. Ребята, давайте здесь вас немножко подожду. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Для листочков нашей березы понадобятся все виды зеленой краски. Более того, придется очень многие краски изготавливать еще и самостоятельно. Информацию о том, что там какое-то у нас поле за березой самых разных значений, и лес, который там еще дальше находится за полем, тоже сейчас вот как бы эту информацию мы оставляем просто как ту информацию, которую мы знаем. И сверху сейчас начнем закрывать практически все это огромной массой листиков. И первые листики я вас попрошу сделать, кто начнет сейчас к листикам переходить, самыми светлыми. Можно желто-зелеными, бело-бело-желто-зелеными, беловато, прям сильно забеленным таким салатовым, либо на охровой краске, охра-бело-зеленый, либо желто-зеленый, либо те и те. Это первые листочки, которые будут с той стороны нашей березы. Их надо будет укладывать, даже, может быть, не касаясь ветвей вот этих, которых мы с вами сделали. Такой немножко парадокс. Они как бы за деревом. Мы их потом будем перекрывать другими листочками. Это лучше делать тонкой кисточкой, ребят. При таком масштабе работы, которую мы сейчас создаем, делать это тычковой технологией, которую, может, кто-то у меня видел, не подходит. Слишком близко. Ваша береза станет тогда пушистой акацией какой-то сложной. Вот поэтому здесь вот белая, желтая красочка побольше. Так вот, ну, на сколько-то листочков, конечно, хватит. Посмотрим, на сколько хватит, даже интересно. Вот я делаю желто-зеленый, но не очень яркий желтый. Вот прям такой беловатый. И там где-то у меня зелененькое еще оставалось. Да, еще есть чуть-чуть. Вот получилось такое беловато, желтовато, зеленовато. Салатовый практически оттеночек. Прям салатовый. Он почти белым даже кажется. И им я формирую листочки, которые где-то, может быть, будет даже не видно. Стараюсь сильно не касаться ветвей. Вот. Для тех, кто работает с березой поглубже, я рекомендую вот каждым листочкам посылать благодарность. Этому дереву и тем, кто за ним стоит. Вот прям. Можно вот прям спасибо посылать каждым листочкам. Либо просто в состоянии благодарности, теплоты, вы укрываете это дерево листочками. Благодарность можно запустить абсолютно любого рода, ребят. Лучше, конечно, всего та благодарность, которая не за что-то, а просто потому что. Вот просто чувство благодарности. Конкретно можно даже вот, если вы в православной традиции, то вот даже Богородице можно вот послать благодарность вот через выписывание этих листочков. Не просто листики, а это именно ваш посыл благодарности. Вот просто за поддержку в трудные времена. Если проще за что-то, то вот всегда береза — это поддержка. Очень такая мощная, сильная, здоровая. Если человек устал, и березовый веник его поднимет. Если человек заболел, березовые почки его тоже поднимут. Так, ну вот на какое-то количество мне хватило этих листочков, но потихоньку краска кончается. Вот она, она всю березоньку не хватает. Ну ничего. Сейчас домешаю еще. Потихонечку сетка вот этих первых начальных листочков, таких ярких довольно-таки, ну заполняет практически всю территорию нашего вот этого леса, который тут был. Предполагаемого леса. Продолжение следует... Ну и я подхожу уже к следующему цвету потихонечку, который будет уже относительно контрастным оттеночком по отношению к тому, что сейчас вот я здесь делал. Были светлые листики, сейчас пойдут листики темные. Можно назвать эти листочки внутри березы, вот в самой ее гуще. Самые такие темные листики, конечно, это будут опять-таки в нижней части, а, кстати, мы ее и создаем, фактически нижнюю часть, особенно вот в самой верхней части картины нашей. Вот тут будут очень темные листики, прям которые в тени самой березы присутствуют. Это темная зелень, ее можно сделать разными способами. У кого изумрудная такая, ядовитая немножко зелень, ее надо будет погасить умброй жженой и добавить немножко желтенькой. По вкусу добавляете, когда будете намешивать, чтобы был такой бурый зеленый цвет, темненький. Можно потом, в принципе, даже иногда умбру заменять на синюю, как бы синяя, изумрудно-зеленая и немножко желтенькой. Если у вас есть темно-желтый цвет и темно-синий, вы можете сделать зеленый цвет свой, прямо вот на этой смеси. Кстати, я уже выбрал его. Вот, у кого-то в красочках может быть уже что-то похожее. Подходят любые зелени, в общем-то, до утемнения. У кого есть травянистая зеленая или русская зеленая, в них можно немножечко синенькой добавить, чуть-чуть темно-синей краски. Вот, на синенькой построю сейчас. Тоже такая зеленоватая красочка с темно-синей. Тоже такой цвет насыщенный. Он, в принципе, зеленый в доминации своей. Но именно будет такая синевая краска. Тоже ее слегка можно довести уже не до молока, а больше к сливкам таким, вот как бы как сливки сделать ее густотой. Вот эти листики будут уже видно, они будут четко видны, прямо там конкретно. И тут уже посматривайте, каким движением ваша кисточка делает листочки более интересные. Вот тоже вот на такой вот момент гляньте. О листочках я бы сказал еще такой один момент, ребят. Вот вспоминайте, я об этом уже не раз говорил. Вот кончилась ветка какая-то. Если вдруг у вас есть, видно, что кончились какие-то прутики в веточке. Но вот листочки лучше делать чуть дальше. Потому что там есть микроветки, которых мы не видим, а листочки видим. Это первый момент. А второй аргумент очень важный. Ветка, когда идет сразу, вот закончилась ветка и начинаются листики, тут же ощущение создает, что ее как будто обрезали. Если ветка закончилась, а листочки идут дальше, вот оно более естественно, природное такое что-то получается. Вот и потихоньку, потихоньку. Особенно, конечно, ярко эти листочки будут смотреться на фоне желтого поля нашего. Они прям будут яркие-яркие. Можно их сделать плакучими, ребят. Прям плакучая такая вереница вниз спускающаяся. Прям такой листочек за листочком за листочком. Такие вот варианты берез плакучих. Ну а движение тонкой кисточки хаотическое, разностороннее, в разные стороны. Но в принципе, ребят, это прикладочка. Это обычная, даже я бы сказал, такая немножко детская прикладочка, когда вы просто берете кисточку кончик тонкой кисти и прикладываете ее. И можно обнаружить, что в принципе, если прикладывать вот в одном направлении, вот я сейчас делаю все одинаковые прикладочки с одним нажимом, получается структура, ну очень похожа на листочки, но они все, в принципе, очень похожи. Чтобы листики были поинтереснее, я вам рекомендую прикладывать разной частью кисточки. Например, бочком, там будет другой ракурс, самым кончиком, острием ткнуться, прямо самим острием. Обратите внимание, вот я сейчас тыкаюсь просто острием. Вот такая текстура получается. Тоже очень подходит для каких-то листиков в каком-то повороте. Более чем подходит. То есть этой кисточкой можно делать такие эффекты, которые, в общем-то, ну очень неожиданные. Ну и избегайте чрезмерной правильности. Например, все листочки повернулись на северо-запад. Дружно. Все. Вот такое, наверное, стоит избегать. Это что касается уже внешнего отображения. Этими листочками я рекомендую уже кое-где закрывать и частично закрывать ваши большие ветви. Продолжение следует. Это получается уже второй цвет листочков для березы. Такой более контрастный. На сам ствол можно тоже уже заезжать в самой верхней части. Можно листочками формировать пропись тех листиков, которые впереди вашего ствола находятся. Начать, по крайней мере. Тоже прикладочкой. Вот. Еще раз напомню, ребят, через листочки я рекомендую, кто желает попробовать эту практику. Вот как она работает и какое воздействие впоследствии. Это каждый листик – ваше сердечное послание. Благодарности. Вот наша хранительница России. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот следующие листики будут еще больше, контрастнее, еще более мощные. У нас здесь будет около пяти видов листвы. Это вот сейчас был второй вид листвы. Кстати, этим же вторым видом листвы можно погулять еще и по нашим этим вот травушкам-муравушкам. Там то, что вы делали, листочки кое-где тоже можно слегка-слегка. И травинки этими же красочками. Хотя бы 15 травинок сделайте. Вот, чтобы в траве появились еще новые оттенки, которых вы, может быть, до этого не внесли. Вот, и сейчас буду готовить выход на новые листочки. Сейчас только поисковку возьму для воды. Спасибо. 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 Это будут самые темные листочки уже, как бы, более даже темные, чем сейчас. Вот эти были синевато-зеленые, которые... Это будет краска как раз вот желтый цвет в смеси с черным цветом. Вот я эту смесь сотворил. Желтый с черным, когда черного немножко, а желтого очень много, дают такой тоже оттеночек зелени, который, ну, наверное, проще назвать болотным. Такой вот болотный оттеночек. Вот, именно этот болотный цвет я сделаю в самых темных местах моей березы. В самых темных местах. Таких мест не очень много. В принципе, это может быть там, где образуется тень от того, что очень большая масса листьев находится выше. Поэтому чаще всего, конечно, это вот в этой зоне. Поближе к низу тут уже отсвечивают и травы светлые, и поле вот там вот светленькое тоже. Вот оно может отсвечивать, давать отсвет на березу. И береза может подсвечена быть немножко снизу этим полем. Но там, где огромное скопление выше находится у березы, вот под этим местом листочки становятся очень темными. Случайными какими-то мазучками можно сделать и внизу тоже несколько таких листиков. Но немного, совсем чуть-чуть так, чтобы так вот было просто для какой-то общей разнообразной гаммы цветовой. А вот большая часть листочков этих темненьких, вот под самый туда вот вверх. Плотная крона. Звенящие березы. И поближе к стволу, конечно. Вот поближе к стволу, чтобы сам ствол тоже немножко у вас подключался к этим листочкам. Вот это вот третий вид листвы. Как бы второй контрастный оттеночек. Более интенсивный, темный. По количеству лучше, конечно, сделать большую часть этих листочков с той стороны, где у вас на стволе тень. Вот там, где у вас тень на стволе, вот эта сторона, вот в эту сторону уходя листочки как раз, чаще и больше в количестве будут такие темными. Очень хорошо, если начинают рябить в глазах от этих листочков. Вот это очень здорово. Продолжение следует... Продолжение следует... Два типа листвы, которые сейчас нам осталось с вами сделать, они будут оба светлые. Вот оба будут светлые такие листики, причем одни будут практически очень-очень светленькие, прям очень яркие, с белой краской. Другие будут тоже светленькие, но с желтым цветом, больше как небольшие, скажем так, фонарики какие-то вот солнечных зайчиков. Ловцы солнечных зайчиков будут одни. А другие будут именно бликовать на солнце. Листочки березы так устроены, ну у многих так листья устроены, растения, у кого есть листья. Одна сторона гладкая, другая шершавенькая. И вот эта шершавенькая сторона, она, конечно, не так сильно отсвечивает, как гладкая. Гладкая работает почти по закону зеркала. Солнце упало на гладкую сторону и отсветило нам в глаза. И когда ветер шелестит березы, они начинают вот так вот переливаться. Но у некоторых деревьев еще веселей. У них одна сторона гладкая, а вторая, ну ладно, шершавенькая не так отсвечивает, но она бывает еще светленькая. И вот когда светленькая нижняя часть листочка, да гладкая верхняя часть листочка, происходит очень интересный эффект. Появляется... Дима, мы не слышали, что появляется. Березы тоже. У берез тоже есть вот этот эффект свечения серебристого. Серебрятся березы, когда ветер начинает их шевелить. И вот одна сторона у них светленькая отсвечивает светом именно, более светло-зеленым. А вторая именно солнышки, солнечные зайчики пускают. Вот мы символ этих двух составляющих сейчас тоже внесем вот символически вот в нашу вот эту березушку. Это будет как раз наш четвертый и пятый цвет зелени. Там, по идее, уже девать их некуда. Но, ребят, даже если вы сделаете по 10 листочков тех и тех, уже будет хорошо. Это будет символический момент. Более того, кто хочет по практике поработать с этой березушкой, я вам даже попрошу вот именно в этих листочках внести еще один вид благодарности. Тоже очень непростой. И мне кажется, сейчас он очень нужный вид благодарности. Ну, я начну с желтеньких пока. Желто-зеленые. То есть больше даже нет. Не желто-зеленые, ребят, неправильно сказал. Желтые. Именно желтый цвет. Именно то свойство, которое я уже сто раз говорил и буду говорить дальше, что акрил будет просвечивать. Высыхая, он прозрачный. И под ним светится то, что находится. А там уже столько зеленого, что в любом случае, чтобы вы сейчас не бросили, оно высохнет и будет просвечивать вот эту зелень вашу. Она будет светиться, соответственно. Вот это свойство мы с вами и используем. А желтый цвет можно взять абсолютно любой. Подойдет и желтая, средняя и лимонная. Какая найдется. Вот. И тоже немножечко сделаю хотя бы густоты сливок. Можно с белым цветом. Замешать, в принципе, чтобы он был такой болен. А можно и так, и так. Посмотрим, что получится. Поэкспериментируем. Вот именно это будет символ солнца. Вот именно символ солнца. Вот этот цвет я приготовил. И сразу же приготовлю тут же и беленький отдельно. Чтобы еще и была беленькая субстанция. Это будет символ такой чистоты, особой чистоты, особого свойства. Вот символ чистоты и символ солнца. Вот парочку таких символов я этими красками вам предлагаю сейчас внести в эту символику. Символ чистоты. Начнем с беленькой. Ребят, символ чистоты я предлагаю вам сделать сопряжение с таким образованием. Но я вас попрошу представить это как живое существо. Можно его описать по-разному. Я сейчас подумаю, как бы это пошире рассказать. В общем, это не организация людей. Это не организация какого-то народа. Это некое состояние особого настроения, особых мыслей, особого образа мышления. Называется словом Россия. Вот это будет наш белый цвет. Символ чистоты. Вот. Это не конкретно люди, ребята. Люди просто составляющая часть этого слова. А вот само Россия, вот, что-то такое связано с ростом сияния, может быть, может быть, связано с каким-то, с какой-то росинкой, с росой какой-то особой чистой водой на планете, у которой законы гравитации нарушены. В общем, что-то такое вот по-хулиганте. Неважно, что под этим словом скрыто, но вот некое такое живое существо образования на планете Земля, которое называется словом Россия. И это не политическая карта, это не люди конкретные, там какие-то социумы, какие-то там социальные ячейки. Это вот именно вот некое состояние. Вот есть такое вот состояние энергии, которое называется словом Россия. В благодарность этой России давайте сделаем наши беленькие листочки. Более количество листочек будет как раз вот на этой светлой стороне. Они все равно потом погаснут, когда высохнут, и будут немножко небелые, но очень светленькими. Но каждый листочек с благодарностью России как некому живому существу. Имя такое у него — Россия. Такая вот игра. Можно где-то скопление сделать, таких листочков. И вот от всего нашего сердца. Вот каждым листиком. Спасибки, 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 спасибки. Можно как-то так вот по-простому, по-детски, без всяких этих взрослых прибамбасов. Вот просто вот, ребят, очень так наивно. Вот есть какое-то существо Россия. Вот. И ваши белые листочки с этим связаны. В том числе и существом. И с вашей благодарностью этому существу. Вот. Какие-то беленькие листочки пролетят, да вот там тоже мелькнут на той стороне. Все-таки дерево не железобетонное. Листва все равно кое-где просвечивает местами. И даже в темных листочках, там вот в темной стороне теневой, тоже будут такие сияющие, какие-то такие вот зайчики. Вот. Это вот белый цвет. Повторяюсь. Я увлекся, конечно, немножко. Можно их сделать было гораздо меньше. Можно было сделать 10 штук. Но для России. То ли сияющие росы. Вот. В одной из таких реконструкций интересных предложения было предлагать слово такое, трактовать, как рост сияния. Тоже хорошо. Вот. Вот может быть растущее сияние, как бы развивающееся сияние, все шире и шире. Не потому, что там, ребята, те, кто в России, как бы вот они, как бы вот прям такие особые. Вот. Тоже вот эти понты лучше убирать, вот. Чтобы не впадать в шовинизм излишний. А вот просто вот, вот как вот само слово, оно ведь тоже что-то значит. Вот. Чтобы еще больше благодарности запустить, что удалось таки оказаться здесь. Спасибо. 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 И желтый цвет. Все попроще. С желтым цветом с одной стороны, с другой стороны тоже не просто так. Это символ Солнца. Вот немножко желтеньких листочков. Солнышко вот упало, прям вот, вот прям так вот и отражается солнышком желтеньким, вот на ваших листиках. Можно немножко, ребят, хотя бы тоже вот чуть-чуть листочков таких накидать. Если говорить о благодарности, я тут не буду далеко впадать в разговоры. Это наше Солнце. Наша планета Земля, на которой есть Россия, живет, она же в Солнечной системе. И Солнце как-то с нами тоже связано. Вот большое спасибо ему. Пошлите. Немножко планетарного, такого момента благодарности, но не помешает. Тоже. И в темной зоне. Даже на траве можно местами сделать вот эти желтые травинки какие-то отдельные. Особенно перед березой. КОНЕЦ Вот, и вот посылок благодарности здесь надо, конечно, увеличить еще больше, ребят, поэтому если так вот какие-то, вот кажется, что листочков каких-то слишком много, может быть, другие какие-то листочки добавьте, вот, с того, что мы делали, чтобы как-то и равновесие было в листочках, но если хочется как бы побольше чего-то, вот, ну, смело здесь себе позвольте, ребят, все-таки здесь не такая картина, чтобы прям так вот картина-картина, это все-таки вот некая такая форма, некая форма, которую мы пересылаем от себя кое-что дальше. Вот, запрасывайте еще какие-то листочки. Все цвета, которые есть в березе, могут немножко погулять и внизу, по траве, в том числе и на маленьких побегах, каких-то маленьких березок, которые потом рощу березовую со временем сформируют, и такое может быть. Поэтому здесь можно и так, и так тоже поиграть. И так, и так, и так. И так, и так, и так. И так, и так. Ну что, ребят. Кое-как с лагающим интернетом. Нет, ну там во второй половине очень даже неплохо уже было. Ага, ну спасибо, Таня, здорово. Да, поначалу-то, конечно, там, да, пришлось повторять. Здорово. Интересно. Ну, у нас уже второй день предгрозовая температура тоже, кстати, довольно душно и тепло. Ну, давайте, ребят, заглянем, как интересно. Здорово. Какие сильные березоньки. Как наша матушка Россия. Ой, Дима, здорово. Классно. Виктория, Виктория, Ирина, Маша, Лариса. Как много берез. Так, мне надо тоже свои выставлю. Бамы такие разные. Слушай, Таня там играет. Ой, Аня, как здорово, слушай. Классно. Да. Ой, вы там оторвались вообще обалденно классно. Молодцы. Здорово. Здорово. Ребята, а можете подержать ненадолго картиночки? Вот хотя бы секунд шесть, чтобы интернет так это успокоился. Я увидел вашу работу и сделал скринчик такой вот нашей всей группы с такой березовой рощей классной. Вот только не шевелясь так вот чуть-чуть, как бы постарайтесь замереть ненадолго. Ну, на пять секунд давайте. Раз, два, три, ну, четыре-пять. Это будет мое нажатие мышки и выхватывание петли. Все, петля накинута. Получилось? Спасибо. Ага, вышла с первого раза. Здорово. Слушайте, как интересно. Да, слушай. Такие разные все. Одна сплошная березовая роща и разная причем, да. Классно. Насколько разные ж надо же, а? Сейчас как-то бы остановиться. Ну, это уж дело такое. Если возможность есть, пока там это на работу не надо, если вдруг там до чего-то, то можно и перестать, ребят. Можно рядышком второй ствол сделать. Вообще классно, конечно. Можно до верха дотянуть уже, наверное. Ну, вообще, да. Можно диптиком начать работать. Привет. Спасибо, ребят, огромное. Слушайте, столько березов. Видите, конечно, это шикарно. Спасибо, Дима. Спасибо, Дима. Спасибо огромное. Спасибо, спасибо. Спасибо. Вам спасибо, ребят. Давайте отдыхайте. До понедельника, до дендры. Давайте. Татьяна, на дендре участвуешь? До свидания. До свидания. Давайте, ребят, счастливо.